Жители Чечерского района беспокоят вид полей травы первого укоса, которые должны были быть убраны еще несколько недель назад, вовсю колосятся, теряя свои питательные свойства. Узнать в чем же причина таких пейзажей нам помогли специалисты государственного контроля. Все ответы в материале нашего корреспондента Александра Добрьяна. Такой высокий травостой может порадовать разве что живописца или неискушенного городского жителя. Для опытного агрария такая картина явно не порядок. На этом поле 100 гектаров трав. Они могли бы превратиться в 400 тонн первосортных кормов, но теперь годятся только в силосную яму. Травы уже выбросили колос, они переспели, теряют свою кормовую ценность. Кроме того, мало того, что они теряют свою кормовую ценность, их необходимо оперативно уже скашивать. Убирать травы первого укоса в Чечерском районе начали еще в 20-х числах мая. По крайней мере, об этом сообщает передовица местной районки. Там же перечисляется количество имеющихся в районе агрегатов и что их 100-процентная готовность ожидалась не позднее 30-го мая. В Ботвиново позитивные установки не восприняли, с ремонтом затянули, да и сегодня техника продолжает стоять. У нас возникла проблема с косилками. Мы не могли отремонтировать вовремя косилки, так как у нас не хватает денежных средств. Мы сдаем молоко на Гальчевский молочный комбинат и гасим задолженность, возникшую за предыдущие годы. Для стабильной работы в сутки хозяйству нужно около 7 тонн топлива. Это не только полевые работы, которые могут подождать день-другой, но и элементарный развоз кормов на ферме. Коровы точно ждать не станут. В условиях отсутствия дизельного топлива, в прямом смысле слова, выручают подножный корм. Накормить буренок помогают лошади. Расход такого транспорта всего 30-40 килограммов травы в смену. В районе проблему теперь знают и даже обещают помочь. Пришел новый руководитель. Ситуация начала подвигаться в лучшую сторону, конечно, но за один месяц, за два месяца, даже за полгода эту ситуацию не поправишь. Сейчас самое время начать искать топливо не только на перестоявшие травы. Уже через неделю нужно будет начинать уборку рапса. Если затянуть с этой культурой, потери будут куда более серьезные, чем в случае с травами. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.